приветствую всех на моем канале сегодня я покажу как сплести вот такую салфетку циновку из сухих листьев лилейника плетение я назвала африканским потому что подсмотрела в видео про африку как девушки плели нечто подобное из листьев пальмы но наш материал листья лилейника имеет свою специфику вымытые листья лилейника мы либо высушиваем полностью либо не частично недосушиваем если дать им немножко полежать они приобретут вот такой вот более темный более интересный окрас для начала плетения мы берем три листа примерно делим их пополам и образуем вот такое вот кольцо будем плести с помощью большой иголки это самая большая иголка из набора с большим ушком обращаю ваше внимание что у листа всегда есть более темный и тонкий кончик и более светлое начало мы всегда вводим в иглу белое начало если что-то здесь вас не устраивает можно немножко срезать и тогда эта нить входит в иглу очень легко кончик продеваем вот вот так вот не длиннее можно чуть-чуть его подвернуть и так вот это место пересечения двух нитей здесь мы зажимаем наш хвостик вводим нить и вот таким способом делаем не очень плотно 6 петель заводим нить право продеваем почти до конца и подхватываем петлю в отличие от рафии эта нить идет не плавно а вот такими коленцами и если петлю сделать сразу то она на определенном этапе застревает и дальше работать очень неудобно поэтому подтягиваем нить до последнего коленца здесь подхватываем и уже подтягиваем дальше 6 петелек у нас есть теперь делаем следующее начинаем потихонечку это кольцо подтягивать так вот у нас образовался такой цветочек теперь берем опять нить вот эти все шесть нитей 6 хвостиков собираем в одно в один хвостик заводим нить за него ведем до последнего коленца протягиваем вот по сути у нас образовалась первое кольцо первый ряд дальнейшая работа наша будет строиться на том что мы вот эту часть будем подворачивать и фиксировать при помощи иголки каким образом мы это будем делать заводим иглу под ее так значит вот эта часть будет фиксироваться к предыдущей здесь у нас будет ряд ничеек и так проткнули ввели до последнего коленца подхватили на последнем этапе так есть дальше последующие круги они потребуют увеличение количества петель первые несколько рядов мы будем постоянно из каждого гнезда делать две петли примерно первые три ряда так вот первая петля есть немножко сложно потому что уже короткий хвостик эту нить просто отводим в хвостик берем следующую вводим иглу в следующую ячейку подтягиваем хвостик фиксируем его здесь пальцами дальше вводим иглу уже в существующую петлю вверху и отводим нить вправо дальше вводим иглу в ячейку подтягиваем и подхватываем делаем по две петли из каждой ячейки в этом ряду если нитка будет очень тонкая а ячейки очень большие то можно делать в первую вот в этом ряду даже по три из одной но у нас в принципе здесь стандартно поэтому сделаем по две видите вот здесь я делала по две здесь даже по три наша задача сделать ровный плоский вот такой вот виток когда второй ряд у нас окончен переходим на третий ряд и также с добавлением петель ведем его по кругу нам нужно следить чтобы вот эти ниточки всегда оставались здесь в этом хвостике в нужном количестве изначально у нас было шесть полосочек как добавить здесь есть несколько способов либо просто взять и вложить вот сюда вот в этот скут подкрутить у нас примерно наша толщина либо если нужно добавить сразу две можем сложить приложить сюда и при подшивании захватить ее в петлю например так подхватить все наши нить уже в петле у нас есть нужная толщина либо можно регулировать толщину добавляя вот этот длинный ход сюда либо не доплетая до конца и оставляя эту нитку длинную здесь в хвосте количество петель в каждом последующем ряду должно быть больше и больше но четкой закономерности когда вывязывать из одной ячейки одну петлю когда две я не нашла единственная закономерность это то что петли должны смотреть четко на центр вот так ровненько хорошо это видно вот здесь на широких нитях вот здесь всегда из одной ячейки у меня получалась одна петля но если место куда мы будем втыкать иголку широкая а нить в этот момент тонкая то здесь будет две петли либо если широкая нить а очень узкие здесь исходные ячейки то здесь будет всегда одна вот то есть по месту прокола мы решаем будет ли в этой петле одна или две если петля пошла в бок то здесь из этого же гнезда будем делать две петли вот например здесь вот эта первая петля пошла на косую поэтому мы из этой же дырочки провяжем еще одну петлю вот и таким образом выправим плетение на центр в общем то это достаточно просто укладываем слуфетку на поверхность ровную и мы сразу видим как у нас идет дело в общем то достаточно легко ориентироваться сразу во время шитья в общем то там и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok